Ну а причиной отставания стали дожди в Сладковском районе из-за обильных осадков. В конце августа, начале сентября техника не может добраться на некоторые участки полей. Земля там тяжелая, местность холмистная. Что делать аграриям, чтобы убытки были минимальными, узнала Инна Михайловская. Сейчас комбайн будут использовать не по назначению. Он попытается вытянуть другого, более легкого коллегу. Последний просто завяз. Такая картина на полях Сладковского района теперь далеко не редкость. В муниципалитете в конце августа, начале сентября выпало более 170 миллиметров осадков. А местами даже больше. Полугодовая норма. Плюс земля здесь тяжелая, да еще и без тепла. Просохнуть шансов почти нет. Аграрии подсчитывают убытки. Буквально вчера отремонтировали Ньюхонт, коробку передач. Обошлось 168 тысяч. Уборку проводим выборочно на полях. Это значительный перегон, это значительная трата времени. Транспорт, ГСМ, это все складывается в минус. Вытащить этот комбайн так и не получилось. Поехали закировцы. Вот и на полях другого хозяйства земля также проверяет на прочность технику и людей. Механизатор Сергей Дичков говорит, здесь еще ничего, участок высокий. В низинках приходится объезжать сырые места и больше туда не возвращаться. Значит опять потери. Обычно где-то в конце, где-то в октябрю, когда затягивалась уборочная, да, было, всяко доставалось. Но этот год очень трудно. То может быть я там до 10 или 15 или 20 бункеров наберу, а то бывает 3-4 вот из этих буксовок. Очень сильно тормозит. Внизу сыро, зато вверху сухо. Влажность зерна 16%, при норме 13%. Это значит, что на подработку урожая уходит меньше времени, ну и разумеется затрат. У аграриев сейчас одна забота – убрать те участки полей, куда техника еще может зайти. Погода будет, еще можно маленько убрать. А если не будет, то труба делаем. Буксуем и убираем. Уже вот три комбайна, коробки порвали, стоят, сейчас заказали запчасти. Вот мучаемся, тягаем, вытаскиваем. К вечеру снова пошел дождь и снова остановка. Остается только ждать тепла или наоборот мороза, чтобы землю сковала и техника смогла зайти в поля. Инна Михайловская, Андрей Захаров. Тюменское время.